Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Пусть я начну заново, ладно? Фух, я быстро. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Поздравляем вас с Священным Месяцем Сакадава. Остается последняя неделя этого святого месяца. И в нашей республике в завершающую неделю администрацию Лукемского района и при поддержке управления Камбаламы Республики Тува 20 мая жители Тувы совершили кора. Кора – это обхождение вокруг священной горы Хайракан в целях собрания благих заслуг. И когда человек обходит святые объекты, святые вместилища, как ступы, хуры, горы, то он накапливает заслуги, очищая свою негативную карму, свой негативный ум. И во время празднования этого священного месяца жители Лукемского района, Чедыхольского района и ближайших районов они провели и сан, и ламы прочитали молебен в честь благополучия и успеха. С 25 мая по 27 мая в нашу республику прибыл достопочтимый Гешетинлей Пашкэ, который с 1992 года дарует учения по всей России. И ежегодно он приезжает в нашу республику и дарует учения о четырех благодных истинах. И 27 мая он даровал посвящение белой тары, это божество долголетия и хорошей длинной жизни. С 28 по 30 мая все буддийские организации организуют ретриты в целях накопления благих заслуг. И практикующие, продвинутые буддисты, они входят в затворничество. Это могут быть строгие ретриты или белые ретриты. Например, в организации Норбуллинг под руководством Пендэ Пашкэ будет проведен ретрит по практике возрасатвы. Возрасатвы — это божество, очищающее негативную карму и предотвращающее негативные действия. И в течение трех дней, двух дней, практикующие будут начитывать мантру возрасатвы. И в один день практика разделяется на три сессии. Это с 10 до 12 часов, с часу до 3 и с 4 до 6. И в течение этих трех сессий практикующие буддисты будут стараться начитывать мантру как можно больше. Далее в Хурее Ноган Тареги в ПГТ Кахе под руководством Аянол Пашкэ тоже будут проведены ретриты по практике Будды медицины «Зеленые тары». Также в Хурее Ховак Сы в Чедыхольском районе с 28 по 30 мая под руководством буддистских учителей, как Гесе, Лапсан, Пунцок и Монгушчан Балпашкэ будет проведен ретрит нюгне. Это начитывание садханы от 11-ликового Авалакитышвары. Авалакитышвары – это божество сострадания, любви, безграничной любви. И практикующие уже с определенными текстами будут начитывать садхану с 4 утра до 6 утра. Это первая сессия, потом с 9 до 12 и после обеда. И когда проходят нюгне, нюгне разделяется на белый день и строгий день. В белый день можно кушать, говорить, обсуждать, слушать лекции. И в строгом ретрите практикующие принимают обеты – не говорить, не кушать. И только все устремления направить на визуализацию Чендрэйзих Авалакитышвары и начитывание мантры Чендрэйзих Омани Пемеху. И в течение 2-3 дней практикующие тоже будут начитывать как можно больше мантры Омани Пемеху, вплоть до 100 тысяч раз. Такая же программа по практике нюгне пройдет в культурном фонде НРЛ в Вавильевском затоне. И те люди, которые не смогли попасть в Хурея Хувак, Сыфтидыхольский район, организовали НРЛовцы ближайшее место этого Вавильевский затон. И они установят юрты, где можно будет ночевать и проживать в этой местности. И с утра начитывать, вплоть до вечера, и обсуждать, помогать друг другу в прохождении ретрита. Также под руководством организаторов НРЛ организовали определенную группу людей, которые будут тоже начитывать мантру Будушеке Муни, Омуни Муни Маха Муни Соха в течение нескольких дней. И каждый человек начитывает эти мантры с определенными правилами визуализации, медитации и лицезрением статуи Будушеке Муни. Потому что, когда визуализируешь Буду, то человек вспоминает благие признаки, качества Буды. Все его особенности, вспоминает о трех поворотах учения Буды, что именно Будда, когда снисходит в людской мир, он показывает 12 деяний Буды. И когда человек лицезреет и видит Буду, он вспоминает его три тела. Это самбухакаю, рупакаю и тхармакаю. И человек стремится достичь состояния Буды, и он ставит благопожелания и читает мантры как можно больше. И сегодня в нашей республике устанавливают Будды, статуи Буды Шеке Муни. Это является очень благим признаком. Например, на горе Доге, на месте слияния Пихема и Кахема, где образуется Енисей, в 28 мая в час будет празднование, открытие Буды Шеке Муни, который установили род Шойгу. И все структурные подразделения, организации, министерства и ведомства подключатся к празднованию этой Буды, замечательной Буды. И те люди, которые участвовали в строительстве, возведении Буды, они накапливают невероятные заслуги, и в следующих жизнях они обретают совершенное тело, совершенные три тела. Они рождаются в благоприятной семье, в достатке, совершенными способностями. И поэтому участие в таких проектах – это великая удача. И в нашей республике, в городе Кызыле, установлены целых две больших статуи. И статуя на слиянии реки Енисей, она составляет 15 метров. И чтобы добраться туда, нужно проехать до Буды. И вечером она светится, она издаёт лучи. И когда мы видим Буды, статуи Буды, нужно видеть только благие качества, с благими намерениями, без критики, без нахождения отрицательных моментов. Потому что есть такие легенды, когда Ананда в прошлой жизни, он был дворниками, чистил двор. Он зашёл в одну комнату и увидел статую Буды. И он, увидев совершенную красоту, совершенное тело Буды, он очень был удивлён, что есть такая красота. И он сделал такое благопожелание, чтобы в следующей жизни родиться рядом с Будой. И когда четвёртый Буды Шакемуни спустился на землю, и он родился в роду Шакия на севере Индии, в местечке Лумбини, в роду Шакиев, в городе Капилавасту. И Ананда также выбрал этот же род, это же место и стал двоюродным братом Буды Шакемуни. И в течение всей своей жизни Ананда был самым ближайшим учеником, и он достиг просветления. Поэтому это является самым хорошим примером для того, чтобы когда мы видим Буду Шакемуни, когда мы лицезреем, нужно видеть только положительные качества, нужно ощущать энергию этой Буды и ставить благопожелания, говорить о будущих своих рождениях, чтобы когда-то достичь просветления и достигнуть уровня Буды. С праздником вас, священным месяцем Сакадава. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok